друзья всем привет на моем канале уже было видео села красно тогда когда я показывал храм я акцентировал тогда свое внимание на храме архистратега михаила потому что это наверное самое известное и самое примечательное место села красно но на самом деле село красно оно достаточно большое здесь есть много интересных мест которые хотелось бы показать она достаточно неплохо сохранилась поскольку находится достаточно далеко от скажем так общепосещаемых мест и вот сегодня мы находимся в селе красно и мне бы хотелось показать вам некоторые моменты которые в этом селе достаточно хорошо сохранились то есть я хочу показать вам сегодня не столько храм села красно сколько само село погнали так ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, красну. Очередной мой заброс на левый берег реки Припять. Ну как заброс, поездка. И не буду таить греха, мне действительно нравится здесь бывать. Все дело в том, что здесь абсолютно другая атмосфера. Здесь абсолютно другие ощущения и здесь абсолютно другие эмоции. За счет того, что это достаточно отдаленное место, здесь очень неплохие сохраны и мне здесь очень нравится бывать. Как вы помните, на моем канале уже были видео из села Замовыща, из сгоревшего села Кривая гора. Вот теперь пришла очередь и Красно. Поскольку раньше я показывал Красно только храм, храм Архистратига Михаила, я решил сегодня расширить немножко познание об этом селе и показать вам некоторые интересные моменты, которые здесь сохранились. Конкретно мне здесь очень нравится Сберкасса, очень нравится Дом культуры и очень-очень нравится местная школа. Даже несмотря на то, что там уже побывали люди и попытались сделать что-то вроде музея, атмосферы это сильно не испортило. Хотя, как по мне, лучше было бы оставить все, как было. Но опять-таки это мое личное мнение, которое я никому не навязываю. Ну что, начнем с Сберкассы. На самом деле, удивительное место, если честно, мне кажется, что за ним кто-то втихаря ухаживает. Как минимум, этот кто-то здесь обновляет табличку, потому что выглядит она просто как новая. На самом деле, говорить и рассказывать как-то более подробно о локациях в этом селе я не вижу особого смысла, просто потому, что люди, которые это помнят, они это помнят. Люди, которые этого не застали, им этого уже не объяснить. Поэтому просто давайте посмотрим на то, как это все когда-то выглядело. И может быть, у кого-то из вас сердце начнет биться чуточку быстрее. Следующее не менее очаровательное место, это сельский клуб. Находится он прямо напротив памятника тем, кто погиб во время Великой Отечественной войны. В принципе, это абсолютно нормально для большинства, для абсолютного большинства сел Советского Союза. В принципе, кстати, здесь где-то на горизонте должна быть сельрада. Но ее тут, насколько я понял, нет. И вот здесь у меня начинаются предположения. Если кто-то знает, пожалуйста, подскажите в комментариях. Насколько я знаю, насколько я понял, село Красно подчинялось сельраде села Машево. Поэтому в самом Красно сельсовета как бы такового и не было. Ну а клуб – центр общественно-политической жизни и досуга для жителей села Красно. Где-то они большие, как, например, энергетик в Припяти. Где-то они маленькие. Такие, как вот в этом селе. Однако от того, что они маленькие, они не становятся менее уютными, менее прекрасными и менее трогательными. Ну что, друзья, идем дальше. И наша следующая локация – это школа села Красно. Школа эта была церковно-приходской. Она, собственно, и находится возле церкви. И школа была начальной. Дети первых-третьих классов учились здесь. Причем в классах было от одного до трех до пяти человек максимум. Что неудивительно, поскольку само село было с населением всего 325 человек на момент аварии. Дети постарше уже учились в соседнем селе, селе Машево. До него отсюда, если что, где-то 4-4,5 километра. Именно в этой школе определенные люди попытались сделать что-то вроде музея. То есть разложить вещи и создать атмосферу вроде как учебного класса. Я лично к этому отношусь, скажем так, нейтрально. Однако все-таки мое мнение, что лучше было бы все оставить как есть. Но это личное мнение. Как я уже говорил в начале ролика, я его никому не навязываю. А хорошо это или плохо, я думаю, стоит решать уже вам, дорогие зрители. Ну и раз по рядом, давайте напоследок заглянем в храм. Здесь с прошлого года абсолютно ничего не поменялось. Храм все так же прекрасен и все так же вызывает трепет. Продолжение следует... Друзья, а на этом все. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, бейте в колокол. Увидимся. Счастливо. 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 Счастливо.